Здравствуйте, представление. Добрый вечер, уважаемые коллеги. И мое представление будет касаться синдрома хронической гипонатриемии, главного образа хронической гипонатриемии, который представляет серьезную лечебную проблему для врачей как стационарного, так и амбулаторного взгляда. Итак, гипонатриемия – это состояние, которое характеризуется снижением концентрации матрии в крови меньше, снижение стационарного, нижнего рейтинга диапазона. У пациентов, которые поступают в медлужные показания, примерно на 15-20% этих пациентов, гипонатриемические эпизоды у врачей, врачи амбулаторные по практике могут встретить гипонатриемию своих пациентов примерно в 35% случаев. Разработаны клинические рекомендации в 2015 году. Эксперты трех обществ разработали эти рекомендации, представители которых чаще всего сталкиваются и речь с пациентом гипонатриемии. Это общество эндокринологов европейских, европейское общество медлогов и европейское общество инфессивной терапии. Классификация гипонатриемии представлена в зависимости от биохимических нарушений, в зависимости от значения уровня натрия. Гипонатриемия может быть левкое, средне тяжелое и тяжелое. Почему так достаточно подробно останавливается на такой диетической части? Потому что тема достаточно сложная, и это нам поможет, когда мы будем разбирать клинический пример. Еще очень важный момент – классификация гипонатриемии в зависимости от сроков развития. Если мы знаем, что у пациента в течение 48 часов возникает гипонатриемическое состояние, мы классифицируем это состояние как острая гипонатриемия. Если больше 48 часов длительность гипонатриемического эпизода, то мы говорим, что гипонатриемия хроническая, если не знают длительность существования гипонатриемии. Также считаем, что это гипонатриемия хроническая. Почему так важно определиться острая гипонатриемическая? Для того, чтобы знать, насколько интенсивно проводить инфузионную терапию. Если ситуация острая, то это чревато развитием отёка головного мозга. И в нашем мероприятии мы можем смело проводить в достаточно быстром терапии. Если же мы точно знаем, что гипонатрия неохроническая, то быстрое погашение дефицита натрия приведет к тому, что произойдёт сморщивание нейронов и миелинов в оболочке. Это может перевести к очень грозному осложнению, который называется синдром косметической демиернизации. Итак, гипонатрия ещё бывает делится по объёму неглеточной жидкости. Это может быть гиперлимическое состояние, нормалитмическое и гиперлимическое состояние. Это конкретный пример. Я приведу пример на каждое из этих состояний. А ещё по состоянию осмолярности сыворотки крови. По тому, сколько активно осмолитов растворено в крови, гипонатриями может быть гипотоническим и негипотоническим. И так гипотоническое гипонатрия. Когда мы считаем, что это состояние будет гипотоническая гипонатриями. С гипоматриями, когда идёт потеря и натрия, и воды, это может быть при чрезмерной водоотделении, при потере жидкости через жилищно-пешечный тракт, работа диарея, жилищно-пешечными Использование теозидных диуретиков, затеряющая почка, синдром церебральной потери соли. Мы о нем тоже потом поговорим. Различные простойные приобретенные туполопатии, при кишечной непроходимости, когда происходит переразпределение жидкости в организме. Это будет гипотоническая гипонатриемия, гиповолемия. Здесь нужно просто восстановить объем циркулирующей крови. Может быть даже и обойтись без гипотонических растворов. Следующее, гипотоническая гипоматрия, неяц, из-за онемии. Потери жидкости в этом случае нет. Нет ни пешноты, ни рвоты, ни жидкого стула, ни кишечных свящей. Это бывает в состоянии присутствия, умения, доплатных средств, объединения, кишечная гормона. Мы о нем тоже поговорим. При длительной тяжелой физической нагрузке. При увеличенной низкосолевой диете. Таких гипомитаций придерживаются пациенты кардиологических диспансеров. Очень примерные пациенты. Состояние гипотироза также может привести к развитию изоблемической гипотонической гипонатриемии. Ну и еще пример. Следующая градация это гипотоническая гипонатриемия с гиперволемией. Это когда происходит повышенная секреция антидиуретического гормона при состоянии относительно снижения сосудистого объема по механизму активации баррельцентра. Что при этом происходит? Эта ситуация встречается при хронической сердечной недостаточности, состоянии гиперволемии, при циррозе печени с осытом, при патчечных отеках, при различных хронических поражениях почек. Состояние, когда интерстициальной жидкости подонислено значительно больше, чем в нормальных условиях. Ну и выделяет еще нее гипотоническую гипонатриемию. Индокринологи с ней могут встретиться в той ситуации, когда мы ведем пациента с алкарным диабетом и очень высокая лепитика. глюкоза является осматически активным веществом, тянет на себя воду и точно так же как бы растворяет натрий, как бы натрий в кровотоке как бы растворяется, и рецепрация натрия в крови падает. Для того, чтобы перейти к следующему слайду, я хочу обратить ваше внимание, как рассчитывается осмоляренность. Для расчета осмоляренности сыпорки крови существуют различные формулы, QR-код обозначен на слайде, и для расчета осмоляренности мочи тоже есть формула, она значится проще, чем для расчета осмоляренности сыпорки крови. Так вот, если мы имеем церковь с гипонатримическим синдромом, нам важно определиться, это гипотоническая гипонатримия или гипертоническая. Ну, чаще всего, конечно, мы говорили, что она будет гипотоническая, и тогда осмоляренность крови будет меньше 275 миллиосмоль на килограмм. Нам надо посчитать еще осмоляренность мочи. Если меньше 100 миллиосмоль на килограмм, это речь идет о гипотонической гипонатримии. Бывают и более 100 миллиосмоль на килограмме, тогда мы должны посмотреть уровень натрия. Зачем нам нужно посмотреть уровень натрия? Для того, чтобы определить, через почки уходит натрий или натрий уходит через желудочно-перешечный травм. Провели диагностические мероприятия, определились, какой же вид гипонатримии у нашего пациента. Гипотоническая, негипотоническая, изовремическая, гипертоническая, гипертоническая. Чаще всего, конечно же, синдром гипохронической гипонатаремии развивается при синдроме неадекватной секреты антидиуридического гормона. Мы хорошо знаем, что антидиуридический гормон – это стрессовый гормон, противошоковый гормон, и он должен вырабатывать в адекватном количестве. Но бывают ситуации, когда количество этого гормона вырабатывается неадекватно. Совсем разные, и существуют различные типы выброса антидиуридического гормона. Эти типы представлены на слайде. Триггерами повышения секреты антидиуридического гормона является концентрация натрия и барорецепторы, которые расположены в грудной гереквативном синусе и в ге-ауроке. И поэтому такое пристальное внимание пациентам картиологического и гастроэнкологического профиля ООО. Пациентам этого профиля, у которых развивается гипонатриемический синдром. Теология синдрома неадекватной секреции представлена тоже на слайде. Чаще всего это опухоль, заболевание центральной нервной системы, легкие влияния различных лекарственных препаратов, различное поражение головного мозга. Считается, что этот синдром может развиться при обострении практически любого психического заболевания. Но примерно в 40% случаев пациентов мы можем и не уточнить причину синдрома неадекватной секреции антидиуридического гормона. Это особенно касается пожилых пациентов. Ну вот на слайде представлены причины. Они структурированы за качественное новообразование, заболевания легких по типу воздействия на барорецепторы, которые расположены в грудной клетке, и различные неврологические заболевания, которые развиваются в головном мозгу. Представлены лекарственные препараты. Это практически все психотропные, антидепрессанты, противосудорожные, антипсикульс, противоопухолевые. Бывают такие транзиторные моменты, например, общее безболивание, тошнота, боль, стресс. Но, конечно же, метринологи должны помнить, что гормональная недостаточность, а именно патрульщиковая недостаточность и гипотероз должны исключить в первую очередь. Эти заболевания являются причиной симпром-хронической или даже острой гипонатриемии. Лекарственные препараты, которые ассоциированы с гипонатриемией, тоже представлены на слайде. Красным цветом я выделила наиболее употребляемые нестеронно-противосвоительные препараты, в частности, парацетамол, аниударон, ингибитор протонной помпы. Симптомы гипонатриемии практически не специфические. Но когда мы видим низкие значения натрия, мы, конечно, по этим симптомам должны пройтись. Это может быть легкая тошнота, незначительная головная боль, плод развития рвота, скутанность сознания, сомненностью, скультарная судорога и развитие хроматозного состояния. Конечно же, гипонатриемия и судорожное состояние развивается в том случае, когда гипонатриемия развивается быстро, с возникновением отека головного мозга. Лечение гипонатриемии – сложный речный процесс. И схема введения пациентов с гипонатриемическим синдромом представлена в рекомендациях, на которые я сослала. Сводится концентрированный 3% гипертонический раствор хлорида натрия в количестве. Начальная доза стоит 150 мл. И далее под контролем уровня данного электролитера. Хочу просто сделать акцент на том, что за 24 часа повышение уровня натрия должно произойти не более чем на 10 мл. В избежание синдрома астматической деминилизации. А вот наш клинический случай. Вот пациент, который поступил экстренно, поступил в приемное отделение, в долгом доставленной службы помощи, после обширной скальпированной раны спины поступил в состояние алкогольного отлиния. В анамнезе у пациента была ишемическая болезнь сердца, с переместным инфарктом миокарда и с центированием коронарных артелей. Он получал соответствующую терапию. По поводу сердечной недостаточности в октябре 2022 года, это годом ранее, у него еще случилось субракноидальное пробонизнеяние, то есть поражение головного мозга, с пневмогидроцифорцифорией, переговором на связь на одни черепа, так и прозапорезом лицевого нерва. И когда пациентов стали обследовать в приемном отделении, уровень натрия у него оказался достаточно низ. Ну, по критериям, по техническим хридерам, лежало 7 плюс, и 17 минимум на литр. Пациенту провели очень быстро коррекцию, насколько это было возможно, и прооперировали. После операционного периода состояние пациента было относительно стабильным, и учитывая алкогольная анализ, к лечению был добавлен к арбоказакин. Доза была достаточно большая, 200 миллиграмм в разный день. Достаточно другое время пациенту проводилась инфузия концентрированными растворами хлорида натрия. Нам удавалось на каких-то этапах иметь достаточно приемлемое значение уровня натрия, но были эпизоды снижения до 116 миллимоль на литр. И тогда было принято решение ввести схему лечения диагноза, который был выставлен нашим пациенту. Нашим пациенту гиперателемия тяжелой серии по уровню натрия симптома, обусловленная симпромом недопатной секреты альтериологического гормона, в связи с чем-то она взяла какое-то отменение приемлемое сапог, стрессовая реакция, обширную раненую поверхность. Было принято решение добавить в схему лечения нашему пациенту гиператург, бутерброд, простудон, чего было принято такое решение, потому что очень нестабильное значение натрия, несмотря на то, что правило инсимпроцитирование неразборами натрия, несмотря на то, что он, как раз, он порциалил пищу, несмотря на то, что был адрогизмин в рецептевой режим. И, конечно, когда мы назначали гиператург, мы очень боялись, что упадет уровень халия, как это бывает, когда встречаются аналоги минерал-корстикоидов. Ну, вот на слайде представлена динамика уровня натрия, вот обозначено назначение гиператург сезона, и динамика натрия стала положительная. Вот динамика уровня калина, надо сказать, что параллельно с введением уменьшенного количества концентрированных растворов натрия, параллельно в другую вену в центре чего возились и растворы хлорида калия в протяжении потери. Тенденция такая была. Провал до 3,2 мм на литр какой-то не наблюдался пациентом. И вот в нашем клиническом случае какие были причины гипонокремии? Случа очень показательный в плане выяснения причин гипонокремии. Ну, наш пациент получал психофармакологические лекарственные препараты, в частности, это был кармамазуфин, как я уже говорила, по поводу того, что, в общем, врачи боялись, что у пациента может раздеться алкогольный билей. Пациент принимал ночеводные препараты. Ну, это был кархолин. Что такое постромагическое состояние? Боль, травма, потеря, которая привела к чрезмерной секреции антибиотического гормона. Была запредельная секреция, неодекватная секреция этого антибиотического гормона. Завопотребление алкоголем. Тоже очень важная причина. И влияние алкоголя здесь обсазывается на состоянии почечных канальцев, угнетение почечных канальцев, недостаточная активность ГИБА-рецептов, которые расположены в собирательных турбочках и которые нарушают чувствительность к гибонатриимическому гормона. То есть в нашем конкретном клиническом случае был выявлен целый ряд причин, которые привели к хроническому синдрому ГИБА-натримии. И, конечно же, когда мы говорим о гибонатриимическом синдроме, мы не можем не сказать несколько слов о гибонатриимическом синдроме. Перебрали на потерю соли. Он развивается чаще всего, конечно, при черепно-мозговых травмах у пациентов, которые были подвергнуты нейроэкологическим сжатинствам. Но этот синдром от потери соли может развиться и при различных нейтрологических и других состояниях в сутках, при различных воспалительных заболеваниях головного мозга. По какому сценарию произойдет развитие патологии мозга, той или иной патологии мозга, или это будет синдром серебральной потери соли, или это будет синдром антибиотического гормона. Сказать очень сложно. Поэтому мы должны эффективенцировать два этих синдрома между собой. И тот и другой синдром характеризуется гибонатриим. Синдромы здоровой потери соли и синдром антибиотического гормона. Только пациенты с теряющим синдромом будут обезвожены. В то время как пациенты с синдромом неоднократной секреции, будут иметь, если провести укрепление объема циркулирующей крови, он будет повышен, и центрально-венозное давление будет либо нормальным, либо повышенным влечащим пациентов с предыдущим синдромом. Также мы обращаем внимание на уровень калия, поскольку пациент дегидратирован, весь синдром мозговой мозгов с потеряющим синдромом калия будет значительно повышен. А вот если брать синдром неоднократной секреции, палии ниже к нижней границе, около трех. Гематокрит, конечно, в состоянии выраженного обезвоживания, теперь мозговый мозгов с потеряющим синдромом калия будет значительно лучше, и снижен в нормальных пределах, или даже снижен гематокрит, если сметокрит неоднократной секреции антигематического гормона. Для лечения мозгового мозгового теряющего синдрома используется достаточно большой дозный гематокрит, а если лечить гематокрит, то мы, конечно же, не получаем лучеводные препараты. Важно отметить, что синдромные аналоги антигематического гормона при гипонатринии противопоказаны и в том, и в другом случае. Мы назначаем синдромные аналоги АДГ только при послеперационном сахаровом диабете. В отличие от хронической гипонатринии, конечно же, мы говорим нашим пациентам подсаливать пищу, значительно увеличить потребление соли в пище. Следующий момент – ограничение жидкости. Мы просим посчитать, сколько было, сколько потребляя жидкости, и просим значительно ограничить. Можем использовать пищевые демористы. Новый пудр-кортизон, он не прописан в этих рекомендациях, но опыт у нас есть, и можно небольшие дозы добавлять, но этот пациент должен находиться в ходу наблюдения в стационаре, чтобы справиться с хронической гипонатринией. Мы хотим еще сказать о том, что лечение хронической гипонатринии требует длительного времени. Существуют селективные адгонисты рецепторов галтопресина, но они и недоступны, и дороги, и коксичны в использовании. А что же делать, если мы имеем какие-то последствия хронической гипонатринии? Если она симптомная гипонатриния, она не столько и безобидна, как нам хотелось бы. И даже симптомная гипонатриния может быть причиной и слабости, и вредит обнимания, и вялости, какой-то дезориентации, головной боли, и нарушение пожертвований и так далее. И, конечно же, коррегировать хроническую гипонатринию не должно. Что же нам делать, если у нас пациент, вот в клиническом случае, в котором мы были с коррегацией, там было достаточно все ясно и просто с причиной этого синдрома хронической гипонатринии. А если пациент немолодой, полиморгидный, и вычленить конкретные четкие причины синдрома хронической гипонатринии не удается, что же делать нам тогда? Вот такие же есть перспективы лечения этого синдрома. Я представляю, в фрагменте исследования, которое было проведено в кардиологической клинике, было включено 87 пациентов, которые были разделены на две группы. Все они получали диету с достаточным содержанием соли, все для них был ограничен питьевой режим, и половина из этих пациентов был назначен в синдроме хронической гипотерии. Почему был выбор синдроме хронической гипотерии? Я представляю, на самом деле, что изучение этого препарата или этого класса препарата, в частности этого препарата, ввести к тому, что количество увеличивается астматический диурез, и количество астматической активной воды в организме становится значительно меньше, что может привести к концентрации в кровотоке уровня натрия. Получили очень хорошие результаты. Те пациенты, которые не получали данный препарат, имели более неренное восстановление уровня натрия. Те пациенты, которым был назначен в подбозе, уже на 4-х людей показали достоверную положительную динамику содержания уровня натрия. Перед вами слайд, который демонстрирует, каким же образом действует ингредитор гипотерогликозного транспортера. И петлевые диуретики способствуют уменьшению сосудистого объема, а значит, способствуют продлению вторичного гипераглистеронизма. Вторичный гипераглистеронизм ведет на значение гирошпирона, что еще больше усугубит синдром хронической гипотеремии. В таких случаях назначение гирошпирона вторично противопоказано. А к чему же ведет назначение ингредиторов натрия глюкозного транспортера? Уменьшение свободных объемов, уменьшение инфраструктального объема. Конечно же, эти данные идут в какой-то степени в разрез с экспериментальными данными, которые говорят о том, что назначение ингредиторов натрия глюкозного транспортера способствует вылезению угнетальной абсорбции глюкозы и натрия. Но клинические данные демонстрируют нам совершенно другой результат. Это фрагмент из новой инструкции по эпоглазиму. Новую инструкцию по назначению эпоглазима. Просто напоминаю, какие показания к применению данной группы препаратов. Сахарный диабет 2 типа. Сердечная недостаточность. Конечная болезнь и почка. Хочу обратить внимание, что для лечения сердечной недостаточности, как профессиональную инструкцию, церковь с сахарным диабетом 2 типа или без него приема 10 млитров до эпоглазима может быть назначен или продолжен вплоть до снижения скорости клубочкой глюкозы и глюкозы. И это будут прямые показания для назначения препаратов группы нацио-глюкозного космосфера тем пациентам, у которых по той или иной причине, по неустановленной причине, она делается синдром хронической глюкозы. Продолжение следует...